Друзья, здравствуйте! На связи Горьков Чай, меня зовут Юрий, и сегодня мы с вами поговорим о чайниках. Вот вы видите, к этому выпуску я подготовился, взял немножко чайников из нашего ассортимента, и сегодня мы с вами постараемся разобраться в основных регионах производства чайников. Это Дзяньшуй, Исин, Гуаньси. Разберемся, в чем отличие глины и чайников из этих мест, как ухаживать за чайниками, как их нарабатывать. Очень часто спрашивают, как выбрать хороший глиняный чайник и какими он должен обладать качествами. Ну и для начала я зажгу благовоние. Я люблю такое традиционное чаепитие, когда все красиво, когда меня окружает красивая посуда, хороший чай, приятная такая обстановка, и тогда чайпитие становится более приятным, насыщенным. Так, ну что, для начала такой немного общей информации о глиняных чайниках. Если посмотреть на рынок чайников, которые сейчас предлагают нам в России, он достаточно обширен, от чайников, которые стоят там 500-600 рублей, до каких-то чайников по 50, по 70, по 80 и по 100 тысяч рублей. Вот, кто-то говорит, что, даже не говорит так, правильно сказать, спрашивает, ваши чайники, допустим, действительно ручной работы, вот, или это какая-то штамповка. Скажу так, что в России, ну, наверное, там где-нибудь на Алиэкспрессе, если вы видите чайник за там 800-900 рублей, да, там уже с доставкой, то, скорее всего, это штамповка. По факту, что такое штамповка? Штамповка – это когда берут какую-то форму, эту форму насыщают каким-то раствором, возможно, как-то соединяют ее, может, как-то отливают заранее, да, и вот получается такой непонятный чайник, форма вроде чайника, но что у него за состав, что за глина, как он вообще заваривает чай, какие у него там антропометрические данные геометрии, непонятно. Такие чайники действительно существуют, они дешевые, широпотребные, и это, скажем так, одна из групп производства чайников, которые существуют в Китае, да, это чайники, которые просто вот делаются ни за что, за какие-то копейки. Вот вторая часть производства чайников – это когда к чайнику прикладывают руки. То есть есть, допустим, какая-то часть, которую действительно делают в форме или на круге, и потом все это дорабатывают уже с помощью рук. То есть берут специальные палочки, специальные инструменты, выверяют, выравнивают, доделывают, и такие чайники уже, конечно, более дорогостоящие, и такие чайники действительно могут быть хорошими, и цена у них уже не дешевая. Чайника будет чуть подороже, самое плохое качество, но она может доходить, варьироваться, и там не дают больших таких сумм. Вот, ну, и третья такая категория чайников, да, это я условно разделяю, да, на три категории. Третья категория чайников, выполненные мастерами, либо подмастерьями. Такие чайники, соответственно, выполнены полностью вручную, там ни о каких штампах, ни о каких формах речи не идет. Это полностью человек взял кусок глины, его раскатал, размял, придал форму, что-то им потом вырезал. Это полностью вручная работа. И, соответственно, ценовая категория за такой чайник большая достаточно, поскольку такой чайник могут делать как там один день, так два, три или пять дней даже. То есть это достаточно такой трудоимкий процесс, в зависимости, соответственно, от того, насколько сложная задача стоит перед мастером. Так вот, я взял с собой несколько чайников. Эти чайники выполнены вручную, эти чайники сделаны подмастерьями. Вот, и сразу можно отличить, да, если у вас наметный взгляд, это по общей геометрии, да, это по рисунку, допустим, вот как в этом случае. И видно, что здесь никаким образом вы там штампы ничего не сделаете. Вот, и поэтому сейчас мы будем разбираться более углубленно. Повторю, что мы с вами обсудили три категории чайников, которые примерно на рынке России есть. И сейчас мы потихонечку перейдем к завариванию чая. И для начала я заварю, наверное, чай в чайнике из региона Дзяньшуй. Это первый регион, который мы с вами сейчас обсудим. Дзяньшуй – это регион, это город, который находится недалеко от Кудмина, провинция Юнань. Кудмин – известная точка, и там где-то 220 километров от Кудмина находится Дзяньшуй. По-моему, деревня, которая действительно породила славу дзяньшуйской керамики, называется Ванье или Ванье. И там впервые начали появляться мастера, которые стали производить керамические изделия. Это были различные вазы, различную посуду какую-то, ну и в том числе чайники. Вот именно история чайников Дзяньшуй достаточно древняя, это более тысячи лет уже там их делают. И чем они отличаются? В первую очередь, конечно, я сейчас заварю чай. В первую очередь, конечно, это сама глина. Глина, которая находится в этом регионе, очень уникальная. Она отлично подходит для производства фарфоровых изделий. Напомню, что фарфор это по факту та же глина, только которая подвергается специальной обработке, более интенсивной обработке тепловой. Так вот, керамика и глина из Дзяньшуй отлично подходит для производства фарфора. Я сейчас засыпаю Дзяньшуйский чайник Фэнхуан Данцун. Те, кто впервые смотрят, не пугайтесь этим странным названием. Так вот, я сейчас заварю Фэнхуан Данцун. Это темный улун. В таком чайнике очень хорошо завариваются темные улуны, красные чаи, шу-пуэры. То есть все темные чаи. Так вот, если вы приехали бы в деревню Ванье или Ванья, если бы вы хотели сделать такой красивый чайник, да, вот Дзяньшуйский, вы бы сначала пошли добывать глину. И это было бы непросто, потому что там глина, она такая очень в сыром виде, да, таком природном, очень такая плотная. Ее нужно отламывать, там, грубо говоря, как камешек, да, отломали кусок. Потом вам нужно будет прийти в свою мастерскую, взять этот кусок, растолочь его в порошок такой, потом его очистить от лишних элементов, размочить или, допустим, до счета процесса того, как вы размочили, добавить в этот же порошок другую какую-нибудь глину, тоже Дзяньшуйскую, но другого цвета, допустим, других оттенков, да. Вот вы все это сделали, потом начинается процесс уже лепки. Чтобы вы понимали, вначале видео мы говорили о том, что существуют какие-то формовые чайники дешевые или там полуручной работы, в Дзяньшуе это никто не делает. То есть там только ручная работа, поэтому чайники оттуда особо ценятся. Для форм мастера в Дзяньшуе часто используют такие же формы, как, допустим, делают в Исине, то есть могут взять там и Шипяо сделать, каменный ковш, но с какими-то своими такими доработками авторскими. Вот, например, у меня чайник из Дзяньшуе в форме ковша. Но здесь видно, что его немножко пообтесали чем-то, видно, что его хорошо обожгли. Кстати, после того, как мы с вами собрали глину, как ее замесили, допустим, сделали присадки цветовые из других глин, мы начинаем собирать чайник, соответственно, да. Можем сделать это на круге. Вот, и у нас получается какое-то сырое еще изделие. Потом мы что-нибудь с ним сделаем, допустим, вырежем какой-нибудь узор, или как-нибудь покрасим еще, либо добавим цвет еще какой-нибудь, там, не знаю, желтой глины чем-то налепим. Вот, потом мы вот это изделие должны отправить в печку. Вот в печке при температуре до 1300 градусов. Сейчас, конечно, используют печки электрические, но вот в Зяньшуе, да, в этом регионе очень много мастеров, которые используют традиционные методы, то есть дровяные обжиги. Вот дровяной обжиг, он такой более, скажем так, эстетичный, более такой каноничный. Вот, и обычно такие печки продольные достаточно, в которые засовывают большое количество чайников. Вот, представьте, взяли мы чайник, сделали, все там, что хотели, налепили, сделали узор, вот, и засовываем в печку. Доводим печку до температуры, до температуры, там, допустим, 1300 градусов, и чайник лопается. И на самом деле оказывается, что примерно 50%, там, 40% чайников, которые в печке закладываются, просто не выдерживают такой температуры. А все потому, что, допустим, в стенку при замесе глины, порошка попал маленький какой-нибудь пузыречек воздуха, и все. Достаточно, чтобы чайник треснул. Поэтому должны понимать, что процесс достаточно трудоемкий. Так вот, особенностью дзеншуйской глины керамики является большое количество железа в чайнике. Отсюда вот эти вот непередаваемые оттенки глины, они могут быть темными такими, черными, коричневыми. Вот, иногда и зелеными, если, допустим, много использовали керамики, фарфор. Вот, и, соответственно, сами мастера, которые выполняют вот эти вот изделия, чаще всего это не какие-то фабрики, да, хотя там тоже они есть. Это те люди, которые из поколения в поколение занимались производством чайников. Из уст в уста передавалось знание, и каждый подмастерье, каждый мастер, это мастер в поколении. Поэтому, соответственно, изделия из тех мест очень ценятся. Чайники очень крутые. У них, как вы видите, приятный слив. Они такие по геометрии очень красивые. Видно, что стоят везде печати, что это действительно что-то такое очень изысканное, и сделает явно либо подмастерье, либо человек, который уже давно этим занимается. Так вот, это особенность чайников из зяньшуя. Это их история, это их необычная глина. В такой глине очень хорошо заваривают темные чаи, темные луны, пуэры, красные чаи. В принципе, все, что в том регионе из чаев растет, все очень хорошо в нем и заваривается. Как за таким чайником ухаживать? На самом деле, это будет, наверное, общее для всех чайников. Очень часто люди говорят про какую-то наработку чайника. Есть ли это или нет. Действительно, понятие наработки существует. Это когда чайник очень часто вы используете, часто пьете из него чай, он начинает так по-особенному как-то блестеть. Так вот, чтобы этого эффекта добиться, нужно просто пить чай из чайника, насухо его потом играть за варку и насухо вытирать тряпочкой. Можете взять какого-нибудь полотенчика и потихонечку протирать его постоянно. Вот чай будет впитываться, эфирные масла и полифенолы будут впитываться в стенку чайника, и постепенно он будет открываться приятной патиной. Особенность, кстати, вот дзяньшуйских чайников, чем особенно гордятся мастера из тех мест, тем, что после того, как чайника они обожгли, они вот тщательно полируют. Я вот сейчас держу, и чайник действительно полированный. И про такие чайники говорят, что они вот блестят, как нефрит, что они звонкие, как железо, чистые, как вода. То есть это действительно такой уже очень приятный чайный товарищ ваш будет, которым можно заваривать очень много разного чая и наслаждаться более таким красочным чаепитием. Сейчас я закончу пить, и перейдем к следующему чайнику. Так вот, про чайник из дзяньшуя мы с вами поговорили. Вот так он выглядит. Видите, тут немножко он черный. Здесь его, видимо, когда обжигали, дали ему немножко черноты сюда, и потом отполировали так, чтобы была разница в цвете. То есть здесь темненькое, здесь коричневое. Вот, немножко его чем-то, каким-то резцом прорезали, придали ему такую ребристость, и получилось такое очень приятное, красивое изделие глиняное. Так, сейчас мы переходим к чайникам из гуанси. Вот у нас есть несколько образцов. Это два чайника, выполненные мастерами гуанси. А если быть более точным, то гуанси, джуанский автономный округ, это местность на юге Китая. И там есть город, который называется Циньчжоу, и именно там, в принципе, и зародилась вот эта керамика, которая впоследствии получила наименование Ни Синтау. Поэтому часто такие чайники зовут либо гуанси, либо нисинцы, либо более такие любители географической привязки, циньчжоуская керамика называется она. Это, наверное, после Дзиньдэчжэня такая вторая столица керамики Китая. И вот глина и изделия из тех мест славятся не только в Китае, но и за пределами за его. Чтобы вы понимали, где-то в начале 20 века на многих выставках керамики, где присутствовала керамика из гуанси, из Синьчжоу, они занимали лидирующие позиции по качеству исполнения, по составу. Так вот, в чем же особенность керамики из гуанси, из Синьчжоу вот этой нисинской керамики? Само понятие нисинтау или нисинская глина говорит о том, что этой глине дали определенную обработку. То есть она такая блестящая, такая шлифованная, такая изысканная. Вот этот термин, в моем понимании, как раз описывает нисинтау вот эту особенность глины из Синьчжоу. Так вот, есть такая интересная история о том, что в свое время в Синьчжоу, рядом с Синьчжоу проходили раскопки и вот на том слое, который датируется каменным веком, уже была найдена керамика. То есть в этих местах тысячи и тысячи, десятки тысяч лет назад уже занимались керамикой. То есть приготовляли какую-то посуду, какие-то элементы утвари. Так вот, нас же интересуют, конечно, чайники. И вот чем они особенны. Почему я начал после Дзяньшуйской керамики сразу говорить о Гуанси? Потому что у них есть некая схожесть. Во-первых, и в той, и в другой глине достаточно много оксида железа. И после обработки они такие, знаете, похожие становятся, такие коричнево-черные. Поэтому часто очень много люди говорят, что они понимают, в чем разница между Дзяньшуйской керамикой, Дзяньшуйскими чайниками и чайниками из Гуанси. Но разница есть. Сейчас мы разберемся. Сейчас я выпью пиалочек чая. Смочим горло. Разница и секрет именно керамики из Гуанси это опять-таки состав глины в первую очередь. Дело в том, что в Гуанси недалеко от города Цинчжоу протекает река Циньцзян. И вот на западе и на востоке от этой реки есть несколько больших, огромных месторождений глины. И вот на западе, допустим, глина достаточно такая плотная, такая жесткая, как вот по-кратечески Дзяньшуйская, а на востоке более мягкая. Когда мастера хотят сделать чайники, они в необходимых пропорциях смешивают эту гулину. Одну такую более податливую, пластичную, другую такую прям вот плотную-плотную. И получается у них вот в этой смеси сделать такое изделие, которое потом очень хорошо обрабатывается. То есть резьбу на несинской глине, на чайниках из Гуанси очень хорошо делать. То есть вырезать глубокую, прям четкую такую резьбу на них, наверное, лучше, чем на других глинах. Соответственно, они такие самые часто красивые. Есть вот такие у них изделия с такой неглубокой резьбой, есть прям очень глубокие резные чайники с драконами, с какими-то традиционными китайскими мотивами. Еще одна особенность, допустим, чайников из Гуанси от чайников из Дзяньшуй это то, что вот хоть и тут, и тут много оксидов железа, но, допустим, чайники из Гуанси, они по пористой структуре. В структуре очень похоже на исинские чайники. То есть они так же хорошо дышат, так же хорошо насыщаются, и так же хорошо нарабатываются наработка чайников. Мы в первой части говорили, что примерно на всех чайниках это делается одинаково. То есть мы берем чайник, пусть его как попили, убираем оттуда лопаточкой, допустим, все листочки, все чаинки, прочищаем носик, сушим его, и можем взять полотенчик, полотенчик такой шерстяной, и все это дело так попротирать, попротирать. Чайник начинает впитывать в себя эфирные масла, различные элементы, чайный настой, и потихонечку накрывается патиной. Говорят, что даже чай в таких чайниках заваривается в наработанных, гораздо более вкусный получается. Наработка эта называется Ян Ху, и если вы хотите этим заняться, обзаведитесь полотенчиком, таким плотеньким, шерстяным, и вот соблюдайте простые правила пить чай, убирать лишние листья, сушить, и протирать тряпочкой. Так вот, вернемся к Гуан Си. В таких чайниках очень хорошо заваривать, как и в других темные чаи, это темные улуны, красные чаи, шупуэры, фэнхуан донсуны, со всеми с этими элементами, такие чайники очень хорошо справятся, не с элементами, а с чаем. Чаще всего чайники из Гуан Си делают на круге, то есть берут в сот глины, мешают в нужных пропорциях, потом начинают раскручивать круг, и вылепливают ему форму. Нечасто можно посмотреть, что такие чайники действительно по структуре такие, видно, что там скрученные. Ну, потом их все лопаточкой там немножко прочищают. Вот. Как и в случае с Дзяньшуйской керамикой, чайники из Ни Синтао обязательно тоже полируют потом больше или меньше, это зависит уже от ценности чайника и от того, хочет ли этим заниматься мастер или подмастерия. Поэтому все чайники, они такие гладкие, все хорошо-хорошо обработаны. И у них очень много абразивного материала для этого, как и в случае с чайниками из Дзяньшуй, то есть очень много шкурок, пасты всякой, все они протирают. Вот. Также могут на такие чайники наносить различные узоры, все это делается до обжига, и потом отправляется такая посуда в печку. В печке и также половина посуды ну там или больше либо меньше уходит к праотцам глиняным. Вот. И какая-то часть выживает и уже после обжига эта полировка начинается. За счет большого содержания, как мы уже говорили, оксида железа, здесь очень такие тоже интересные бывают цветовые гаммы, коричневые, темные. И это такой чайник, наверное, в коллекции любого ценителя. Да, китайского чая обязательно необходим и наверняка есть. Вот. Ну, с чайником из Гуанси мы заканчиваем и переходим к самым, наверное, нашумевшим, к самым известным чайникам, чайникам из Исина. Один из самых известных, наверное, и популярных районов и регионов по производству чайников в наше время, да, особенно в России, это, конечно, является город Исин. Это провинция Дзяньси. Если Гуанси Гуанси и Дзяньшу находятся ближе к Юнане, то это уже ближе в сторону Шанхая мы идем, двигаемся. Вот. Чем знамениты эсинские чайники? Конечно же, это та самая эсинская глина, да, то есть все говорят, вот этот чайник выполнен из эсинской глины. Что это значит по факту? По факту это говорит о том, что любая глина, которая собралась в регионе вот этого Исина, она считается эсинской. Но нас интересует, как ценители чая, как ценители качественных изделий, определенный сорт этой глины. Глина называется Цзэйша. Возможно, вы часто видите, как китайцы делают чайник, какое-то изделие. Сначала берет такой квадратик глины, расплющивает вот так немножечко по столику, потом скручивает определенную форму, и там написано Цзэйша. То есть это как раз говорит о том, что это пурпурная глина, и ее особенность в том, и отличие, что собирают ее с определенной глубины, то есть это глубинная глина, и чтобы собрать допустим такую глину, нужно опуститься в достаточно глубокие такие вот пласты земли, на 10 метров, на 150 метров даже, где находится вот эта Цзэйша. Есть там и другие виды глин и более дорогих, допустим Джуни глина есть в районе Исина тоже, только немножко в другой местности. Нашу глину собирают на горе Желтого Дракона, как-то так называется она, это Хуан Лун Шань получается, и вот там очень много такой глины. Почему допустим у меня в руках коричневый чайник, а вот еще один Исинец, но он же черный. Все очень просто, в зависимости от состава, там добавим кварца, марганца, песка, сделаем немножко разную температуру обжига, из-за богатого такого состава этой глины минерального получаются разные цвета. Соответственно Исинские чайники могут быть разных цветов. Так вот, особенность этой глины в том, что она имеет определенную структуру, а это именно пористую. Это одна из самых пористых глин, она позволяет помимо всего прочего чайнику хорошо прогреваться и при этом дышать чаю в чайнике. И за счет этого в свое время такую глину очень сильно полюбили ценители китайского чая. И уже около тысячи лет тоже примерно. Что забавно, что все наши регионы примерно такой рассвет получили в одно и то же время. То есть это около тысячи лет назад, это 10-е века, 13-е века. Через какое-то время после жизни Луи-юя начинается жесткий такой прям расцвет вот этого гончарного искусства Китая, который, наверное, придет к концу где-то к началу 20-го века, когда начнется японско-китайские войны и прочее. Тогда очень сильно пострадает, увы, вот это мастерство изделий из глины, да, и мастера разъедутся по разным местам, по регионам, и уже потом, чтобы китайскому правительству опять наладить производство, они затрастили очень много сил для этого, по сбору печей опять, по поиску мастеров, но дать им нужно должное, они сохранили вот это ремесло, и мы имеем возможность сейчас насладиться чаепитием в хорошей глиняной посуде, из-за таких вот знаковых мест для оценителей чайной культуры. Так вот, ясинские чайники, как интересно открылся термос, неожиданно, надо, значит, воды залить. Ясинские чайники знамениты своим составом, знамениты своими формами, то есть, наверное, самое большое разнообразие форм, там, сиши, шипяо, там, колодцы драконов, там, яйцо дракона, оградка, колодцы и так далее, сколько только названий там не существует, и видов их форм, они как раз появились именно в ясинец, то есть, это, наверное, родина вот этих всех, это все многообразие. И, соответственно, если вы хотите впервые купить чайник, в коллекцию в вашу обязательно должно войти ясинец. Его обжигают и нарабатывают примерно так же, как и другие чайники из разных регионов при температуре 1200-1300 градусов. И они, эти чайники, хочу сказать, не портятся ни дзяньшуй, ни гуанси, ни эсин при таких высоких температурах, опять-таки, благодаря своему такому плотному, насыщенному минеральному составу. Вот, как вы видите, он тоже блестит, чайник так же дорабатывают, он со временем покрывается приятной коричневой патиной, если вы будете пить с ним определенные сорта чая, он так же звонок, как и другие чайники. Допустим, наверное, не так звонок, как дзяньшуй, но вот с гуанси очень похоже. Вот, и в принципе, если посмотреть на то, как вот в Китае сейчас очень много снимают роликов о том, как делают эти чайники, это чаще всего, конечно, не круг, как в случае с гуанси, дзяньшуем, а именно вот ручная такая лепка, то вы поймете насколько это трудоемкий процесс и насколько действительно могут быть высокие ценники на настоящие чайники из Дзиша, из Исина. Это действительно иногда космос цены там 150 тысяч, 200 тысяч и выше могут быть. Это вполне себе нормальная стоимость для хорошего мастерового чайника. В таком чайнике также заваривать хорошо темный чай, как мы уже говорили, делать сенху, наработку чайника так же, как и с другими чайниками, в принципе, вы можете, да, это использовать сухой полотенчик и так далее. Ну, что еще сказать? Хочу вам пожелать, чтобы в вашей коллекции обязательно присутствовали чайники из Исина, обязательно присутствовали чайники из Гуанси и Зеншуя. Они совершенно по-разному звучат, совершенно по-разному заваривают чай и только те люди, кто хочет упростить этот процесс, могут сказать, что это не так. На самом деле, в своем опыте я вам скажу, что каждый чайник, он совершенно по-другому раскрывает вкусо-ароматику чайного напитка. Это факт стопроцентный. Вот. И вы будете радоваться, что сможете каждый раз, когда будете пить в очередной раз какой-то чай с вашими друзьями, поделиться с ними историями о том, откуда эти чайники произошли, что это дзеншуйская керамика, чем она отличается, как ее делают. А это, допустим, чайник из того самого Исина тоже сможете им рассказать, что эта глина добывается с такой-то глубины на горе Желтого Дракона. А это, допустим, чайник из Гуан-Си-Жуанского автономного округа, что это действительно смесь двух глин, одна из которых твердая, другая мягкая, что это все чайники с очень такой древней историей. И вот само вот это рассуждение, само вот этот рассказ во время чаепития чая, он наделяет этот процесс такой красотой, таким вниманием к деталям. Как вот я уже часто об этом говорю, скажу еще раз, когда чаепитие становится ритуалом, оно научает видеть великое в мелочах. И к чайникам это, конечно, относится, только стоит подумать, сколько труда, сколько времени потребовалось людям, чтобы научиться делать такие изделия, где они произвелись совершенно в разных местах, такой удаленности от нас. И как по-особенному они раскрывают свой вкус. Точнее, не свой вкус, а вкус чая. Ну и свой вкус в том числе. Поскольку считается, что чайник впитывает так много вот этих вот эфирных масел из чая, что в какой-то момент можно просто залить горячей воды из чайника и он сольет уже вам воду со вкусом чая. Такое тоже каллинин доходит. Поэтому, друзья, приятных вам чаепитий, приятных вам чаепитий классической посуде. Если вы не знаете, где найти хорошую посуду, вы наверняка должны об этом знать, это можно сделать у нас. У нас есть чайники из всех регионов очень популярных. Каждый чайник отобран вручную, то есть на какие-то функции его пролива, на геометрию, на исполнение мы обращаем очень пристальное внимание. Каждый чайник это отличный товарищ, отличный друг в вашем чаепитии. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите нам в комментариях, мы обязательно поснимаем видео. Ставьте лайки и делитесь этой полезной информацией с вашими друзьями. Всего вам хорошего и до новых встреч!